Праздник Мы будем склонны отмечать какие-то вещи семейного плана, торжества, дни рождения, какие-то события, дни свадьбы. Это все очень здорово, это все очень полезно, это все очень семейно. Но если мы являемся семьей Господа Бога нашего, то как здорово вместе с ним и со всеми родственниками собираться в эти праздничные даты вокруг столов. И пусть стол от стола отделяет может быть километр или метр или неважно сколько, мы знаем, что в один и тот же день мы собираемся, чтобы почтить нашего Творца. Я хочу, прежде всего, сделать маленькую рекламку. Мы сейчас живем в современном мире и много рекламируем вещей. Мы в нашей общине сделали такой небольшой мессианский седур. Многие пользуются обычным седуром, молитвенником, но я знаю, что некоторые не очень традиционно настроенные люди. Им легче какие-то тексты, которые более понятны им. Мессианский седур, который мы составили для пользования перед Рошашина, в Рошашина, в Йом-Кипур и в Суккот, включает в себя тексты священных писаний, молитвы, старые еврейские молитвы, типа Слеход, Недарим, Кедуш. Мы молимся различными-различными молитвами, но мы настраиваем свое сердце, свой духовный компас. И мы в нашей общине выбрали для себя это делать. И вдруг нам стали звонить много людей, просят, чтобы мы выслали им подобный седур. Рады будем выслать его и вам, если вы захотите, разумеется. Но сейчас давайте ближе к тексту, ближе к празднику. Наш Машех, лидер, спаситель, Господь, Сын Божий, Ишуа, в свое время говорит со своими учениками. И в Матфея 5 главе записан такой текст. Он написан с 17 стиха. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, очень четко Господь говорит, я пришел исполнить то, что закон, пророки говорят. Если мы, конечно, войдем в глубину слов, которые он говорит нам, то даже не исполнить физическое исполнение, а сделать это совершенным, ясным, понятным, раскрытым. И в еврейской традиции существует такое понятие, что когда придет Машия, сделает Тору, ее заповеди понятными. То есть, это не значит, что мы там буквально должны быть какими-то сверх супер буквоедами, так, по крайней мере, я понимаю. Но эти вещи станут живыми для нас. И Иеремия 31 глава с 31 стиха говорит, каким образом это случится. Оно станет жить в нас, станет частью нас. И даже не нужно будет сильно уж напрягаться, чтобы исполнять все, что написано в Торе и в Законах. И дальше Ешуа продолжает говорить следующие слова. Меня немножко они пугают, хотя, наверное, должны пугать больше не меня, а тех, кто эти слова интерпретирует иначе. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ешуа, Господь, Бог, Тот, Которому мы поклоняемся, Тот, Которому мы любим, Тот, Который наш лидер, Который объединяет нас, говорит очень четкие слова, говорит, если кто научит так, великим наречется. Кто научит, исполняет. А кто скажет, все это ерунда, все это бабские сказки, это все принадлежит евреям, а с ними уже Бог закончил. У этих людей есть определенная проблема. Мы понимаем иначе. И вот немножко про Роша Шана. Во-первых, священные писания полны текстов, которые звучат примерно в таком контексте. Все постановления вечны в роды ваши. И вы знаете, понятно, можно найти всякого умного интерпретатора, но если мы просто смотрим на этот текст, он уже подразумевает, все есть вечное в роды ваши постановления. Вот так поступите. Ни так по-другому невозможно поступить. Вы можете трубить с таким промежутком, вы можете исполнять это с таким промежутком, вы можете это делать с такой динамикой, но вы должны осознать важность Божественной заповеди и исполнить ее. И вот текст в Священном Писании, это книга Леви, 23 глава. Я читаю с 23 стиха. Вообще-то, как я уже сказал, вся книга Левит говорит о праздниках, их семь. И это четвертый по счету. Он называется в еврейской традиции, Рошешена начала года. В Библии он называется праздник труб. И сказал Господь Моше, говоря, скажите нам, Израилевым, в седьмой месяц, в первый месяц, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, приносите жертву Господу. Господь говорит, через Моисея, это особенный день. Муэд на иврите. Муэд, это какая-то сверх памятная дата, когда, образно говоря, небеса становятся ближе к земле. И в этот день ты как бы входишь в особенное сритение с Господом. Это как вот, я уже упомянул раньше, дни рождения. Вот вся семья собирается вместе, юбилей какой-то. И все там, может, даже прилетели непонятно откуда-то издалека. И все очень-очень рады. Господь нам устраивает семь таких праздников в году. Три раза это священное собрание. Когда нам очень важно собраться вокруг, вокруг трубления в шафар. История трубления в шафар или праздника труа труб, она немножко размыта. То есть она описана в священных писаниях, но вокруг нее есть несколько преданий. Как относиться к еврейским преданиям? Многие из нас читали такие вещи, которые называются сказки народов мира. И некоторые, знаете, относятся к многим сказаниям, к былинам, к агадотам. Очень конкретно. О, вот это не может такого быть, чтобы этого не было. Где-то оно было описано. Вы знаете, еврейские сказания, они очень сильно пропитаны писанием. Хотя к некоторым мы можем отнестись немножко скептифически. Никто вас не заставляет уж сильно напирать. Но вокруг Дат Муадин есть очень четкая традиция, которая имеет под собой глубокую базу. Предание, к которому мы можем отнестись немножко скептифически, хотя кто его знает, это то, что в Роша Шана или в это время была сотворена Вселенная. И мы точно не можем про это ничего сказать, но так это или не так, неважно. В этот день в еврейской традиции обычно читают 22 главу книги Бытия. И там есть рассказ, который является не менее центральным, чем жертва Господа Ешуа на Голговском кресте. И это событие, которое случилось с Авраамом. Большинство верующих людей эту историю знают так, вещь чиста, бегло пробежавшись, никак не относясь к ней всерьез. История, когда Бог говорит Аврааму, «Пойди и закали мне в жертву Ицхака». Мы должны понимать, что Авраам воспитывается Господом. Авраам взятый из язычников человек. Он вырос там в окрестностях Ура-Халдейского и Белопоклонического места. И в нем воспитывается божественный характер. И божественное – это святость человеческой жизни. И вот посреди вот этой святости человеческой жизни глаз Господень говорит, «Аврааму пойди и закали мне Ицхака». Это вообще иррационально. Но Сим испытывал Господь Авраама. И посреди всей этой бурнейшей трагедии, которую я не хочу сейчас детализировать, про нее много написано. Авраам берет своего сына, который не был мальчишком, как написано в мультфильме «Супербук». Показано в некоторых мультфильмах. Там маленький такой мальчик, куда папа его ведет, туда он идет. Ицхаку, по всей видимости, в это время было 35-37 лет возраста. Взрослый парень, взрослый мужчина, который может сказать отцу, я никуда не пойду, никогда ты меня не заколешь. Он уже был человек. Но он соглашается. Я внейший прообраз Ешуа Машеха, который тоже совершенно со своей волей сказал небесному отцу, «Я не хочу пить эту чашу, но если надо, я ее выпью». Авраам кладет своего сына на жертвенник, связывает его. Это действие называется «акеда», связывание Ицхака. И поэтому во всех молитвенных домах еврейских во время Роша Шана евреи читают вот этот рассказ, который так и называется «акедат Ицхак», связывание Ицхака. И Господь не дает Аврааму сделать то, что Господь сказал Аврааму сделать. Испытал его. Но после вот этого события случается нечто. Бог клянется впечатленной верностью Авраама, что он не знал ее заранее, что он не провидец наших сердц, но он проводит человека через некоторые испытания. Может сказать, Господь, ты что не знаешь, какой я? Он проводит нас. Он сказал Аврааму, «Я мною клянусь». Этот стих для меня абсолютно таинственный стих. Так же таинственен, как и то, что тот, от которого жизнь, источник жизни, мог умереть в какой-то момент времени. Но мы, конечно, объясняем нашими человеческими головами, что вот, когда Ишуа висел на кресте, полностью подобленный человеку, то есть полностью как человек, и принял на себя крестную смерть, так и там Господь каким-то образом умолил себя и стал перед человеком. Тот, которого миры не вмещают, вдруг провозглашает такие слова, «Мною клянусь». Это если бы я поклялся чашке верности, чашке творения рук человеческих. Я просто призываю вас, друзья, как бы помедитировать молитвенно, пообдумать, вот этот концепт, клялся творец творения, человеку. И все изменило в этот момент. Он сказал, «Мною клянусь», говорит Господь, об этом написано в 22 главе Бытия. Три вещи он обещает Аврааму. Первый он говорит, «От тебя произойдет большой народ. Семя твое будет расширено, как песок морской». И вы знаете, евреев сегодня как бы не так уж и много. Ну, сколько там, 15 миллионов. Думаю, если копнуть глубже, наверное, можно найти их поболее, как песок. То есть он стал отцом большого количества народа. Но даже, если здесь не говорится только о физическом народе, мы читаем в Новом Завете, что через Ешуа язычники стали детьми Аврааму. И вот исполнилось в полноте это слово. Как песок морской. Это миллиарды людей, которые принадлежат Аврааму отцу. Тот, которого избрал Господь и противоставил его Вавилону, Нимраду. Всему тому восстанию, который сделал Авраама и его детей своих уделом. То есть сказал, «Мои вы, полностью мои, никто не может похитить вас из моей руки». Вторую вещь Бог говорит Аврааму, клятвенно. Твое потомство завладеет городами врагов своих. Первый город построил Каин. По сути, сама концепция «город» это что-то против Господа. И Вавилон был подобным городом, потом после Каина, после потопа. Это был город, который стал вместилищем мерзости. По сути, когда Господь говорит Аврааму, твое потомство завоюет города врагов, он говорит, что твои дети в моих руках, вы инструмент. И вами я сокрушу города или империю зла. Сегодня это модная фраза «империя зла». Только империя зла – это не Россия или мусульмане или еще кто-то. Это противоборствующие политические силы. А империя зла – это Вавилон, который живет в наших головах. Трение этого мира. И Бог избирает Авраама, еврейский народ, и присоединяет потом к нему язычников через еще Амашиаха, чтобы вот этим антивавилоном, божьим народом, сокрушить Вавилон. В один день это случится, не без его, разумеется, помощи. Это вторая часть обетования. Третье. Господь Бог клянется Аврааму и говорит, «Всемя твое благословит все народы». Павел истолковывает это двояко. И одно место он истолковывает, что «семя как бы об одном, об Иешуа, что произошедшее из чресла Авраама и еврейского народа, станет благословением для всех Гоим». То есть прикрепит их, прилепит, сделает их одним с еврейским народом и с наследием Израиля. Но где-то это и по-другому можно истолковать, говоря, что еврейский народ станет тем народом, который будет нести божественную культуру исправления. Тикун, откровение Божье, славу Господнюю, егуди, само смысловое назначение этого слова означает «несущий славу Господнюю во все народы мира». И вот после вот этого события, когда Творец клянется Аврааму, мы читаем, поднял Авраам в глаза, увидел Овна, запутавшегося своими рогами в кустах. И он заколает в миссисхак Овна в жертву Господу Богу. И традиция рассказывает нам, что из одного рога Овна он взял шафар, которым затрубил праздник труб. А второй шафар был, второй рог, ставший шафаром, был забран на небеса. И что интересно, косвенно Рав Шауль, апостол Павел, соглашается с этим текстом, говоря в одном из своих посланий, что при гласе Архангела и трубе Божьей, именно шафаре Божьем, вот этом шафаре, Машеях вернется. То есть Рав Шауль, в принципе, соглашался с вот этим концептом. Но в осенних праздниках Роша-Шана, Йом-Кипур и Суккот, Кущи, есть еще одна интересная мысль, интересная концепция. Сейчас я вам попытаюсь ее быстренько рассказать. Вы знаете, когда мы решаем чего-то купить, нам нужно пойти в магазин. Вот, допустим, вы решили купить машину, и вы начинаете ходить по магазинам, выбирая, что вам надо. Или там по гаражам, если вы хотите не новую купить. И вы приходите, вам показали, выбрали вы, вам понравилось, вы заплатили деньги. Если это новая машина, чаще всего ее там в гараже нету. Возьмет еще какое-то время, когда вы ее получите, вы заплатили. То есть вы выбрали, вы заплатили, и потом вы пошли и забрали. Вы знаете, есть тройка. Праздников, которая пророчески уже частично исполнилась, а частично исполнится в будущем. И если мы откроем пророка Иоиля, вторую главу, то прочитаем интересный текст. Я попытаюсь его быстренько пояснить и рассказать. Возможно, после моего рассказа у вас возникнет еще больше вопросов. Но иногда и это хорошо. Иоиль говорит так. Вторая глава. Трубите трубой на Сионе. Я буду немножко проскакивать некоторые места стихи, чтобы быстрее проходить то, о чем мы учим сегодня. Трубите трубой на Сионе. И пейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. Ибо он близок. И так далее. И дальше написано с 12 стиха. Разрывайте, или с 12. И ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте. Плачьте и рыдание. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу. Ибо он благ, милосерд, долго терпит и сожалеет о бедствии. Не сжалится ли он над вами? И 14 стих говорит, опять повторно, вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Пусть все плачут, просят у Господа милости. И 18 стих говорит, и тогда возревнует, 19 стих, когда возревнует Господь о земле своей, пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я вам пошлю хлеб и вино и елей. И будете насыщаться ими, и боли не отдам вас на поругание. И так далее. И 23 стих. И вы, чадосиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо он даст вам дождь в меру. И наполнится гумно предточилими. Воздам вам за те годы. 25 стих. И до сытости будете есть. И 28 стих. И будет после того и зальет Духа Моего на всякую плоть. И будет пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши. И старцам будут сниться сны. И юноши ваши видеть видения и так далее. Знакомые стихи. Мы знаем эти стихи из Деяния апостола 2 главы. Но, вы понимаете, Иаиль, он не пророчествует с потолка. Он полностью опирается на еврейский муэд, муадим, праздники. И вот он говорит, трубите трубой на Сионе. Какой это праздник? Ответ напрашивается сам по себе. Праздник труб. Трубят на Сионе. И объявите священное собрание и поститесь. Пост. Это следующий, за ним идет Йом-Кипур. И следующий, соответственно, праздник, когда помилует Господь, и умилосердится, и зальет от нас, и воздаст за все то, что мы сделали не так, по милости своей, и даст нам Духа Своего, и будем пророчествовать и так далее. То есть, как будто Господь должен был излить Святой Дух на своих детей в суккот. Но по Писанию мы знаем, что это произошло в другое время. Это было после весенних праздников, после распятия и воскресения из мертвых Ешуа. На Шавот случилось излияние от Святого Духа, и апостол Петр истолковал эти дни как раз о Шавоте. Что, Петр изменил динамику? Нет. Но он поступил по тому же самому принципу, показав то, о чем я вам только что говорил про машину. Вы сначала выбрали ее, заплатили за нее, а потом пошли и забрали. Вы знаете, приход Ешуа Машеха делится на две части. Первая, когда он пришел и искупил нас. Выкупил нас, заплатил, восстановил нас в среде Израиля, и потом, соответственно, из разных народов, также прилепил нас к Израилю, как я только что истолковал. Это был первый шаг, выкуп. Он заплатил за нас, и частью этого выкупа было излияние на нас Святого Духа. То, что случилось 2000 лет назад, это было выкупом. Поэтому Новый Завет так много говорит, ибо вы искуплены дорогой ценой, вы выкуплены, залог за вас заплатит. Духом Святым вы наполнены, вы уже что-то имеете. Но это только часть. А когда мы приходим забирать машину, а когда Господь придет забирать нас, то есть к завершению, когда покупка осуществлена, и хозяин приходит забрать свое, то тогда он забирает, и Писание говорит, вот тогда по-настоящему вы переживете излияние от Духа Господнего, который наполнит вас в такой мере. Именно поэтому Ешуа назван двумя словами в Священных Писаниях. На иврите это звучит поде, искупитель, выкупивший нас. И Гуэль, который избавит, избавит нас, заберет. Он нас выкупил тогда, 2000 лет назад, и это случилось во время весенних праздников. Но он нас приложит в свое совершенство, в свой совершенный мир, который спустится с небес на землю, чтобы здесь восстановить то царство, которое когда-то Адам по каким-то своим причинам упустил. Мы, когда совершаем осенние праздники, должны очень четко понимать, это дни, когда мы пророчески предвозвещаем ту грядущую славу, которая спустится на всю землю во время того, что называется День Господень. Итак, трубление в шафар пронизывает всю нашу внутренность. Оно дает нам перечувствовать, прочувствовать, как один мой друг сказал, Ифраем Калиш, в своих учениях про шафар, что звук шафара – это прообраз Божьего голоса, который бередит нашу душу, раскрывая в ней способность правильно реагировать на Творца, чтобы приготовиться к его приходу, к Йом-Кипуру, когда Машиах придет, когда он вернется, чтобы в своей динамике, которая не может быть описана и понята людьми, изменить существующий мир. За ним произойдет то восстановление всего призвания Израиля, о котором 2000 лет, то, что случилось там, и с излиянием духа будут говорить, как что-то мелкое случилось. Вот тогда Господь изольет на людей от своего духа. Вот тогда по-настоящему запророчествуют. Вот тогда по-настоящему будут видеть видения. Вот тогда скажут, о, то, что было раньше, это как что-то малое. А сейчас видим лицом к лицу, потому что он сам будет посреди нас. Мы вступаем в еврейские праздники. И так важно в эти осенние дни, перед Роша Шана настроить свое сердце. Опять обращаюсь к этому Сидору. Он не самый лучший, наверное, не самый худший. Но, читая его, я очень хочу настроиться, настроить свое сердце, свою чувствительность. В этом мире так много отвлекающих вещей. Новые гаджеты, новые программы, новые организации, но древний Господь Бог зовет нас в свое присутствие, чтобы благословить каждого из нас. Вас, нас, здесь в Израиле, за его пределами, по всему лицу земли. Потому что это правильные даты, это его даты, это им указанные даты. Я хочу закончить теми же словами, с которыми я начал. Еще он говорит, я не пришел изменить Дору. Я хочу, чтобы она стала для вас такой живой. В эти дни давайте вместе искать Господа. И пусть Он благословит каждого. Вас, нас, пусть его шалом будет с нами. Шалом вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!